Почти 2000 случаев кори зарегистрировали в Казахстане только с начала этого года, с начала января. Это крупнейшая вспышка заболеваемости за последние несколько лет, отмечают в Минздраве. При этом в основном болеют дети. Около 80% всех инфицированных случаев. Сейчас в стране продолжается дополнительная иммунизация. Мой коллега Рауль Габитов расскажет подробности. Вспышку кори сейчас переживают по всему миру. В 167 странах выявили уже больше 400 тысяч случаев заражения. Казахстан в этом списке лидирует. Каждый день в республике регистрируют сотни заболевших. Не всегда их удается спасти. К примеру, в конце прошлого года от кори скончались двое малышей. Обоим не исполнилось и года. Причем один из них родился недоношенным. В зоне риска и беременные женщины. На сегодняшний день корию заболели 54 беременные женщины. 18 из них находятся под амбулаторным наблюдением. Еще 8 на стационарном лечении. В целом все они чувствуют себя хорошо. Единственным способом остановить распространение вируса, по словам медиков, является вакцинация. Прививку уже получили больше 900 тысяч казахстанцев. Положительная динамика отмечается в регионах по охвату вакцинации. На сегодня более чем 70% вакцинированы в таких регионах, как Житесуйская область, Казлардинская, Туркестанская область и город Шымкет. И на сегодня ситуация по коре находится на постоянном контроле. И продолжается проведение всех необходимых профилактических и противопедемических мероприятий. Против кори в Казахстане последние 10 лет прививают индийским комбинированным препаратом. Ставят его и детям, и взрослым. У многих возникает вопрос, почему наша страна закупает именно эту вакцину. Как пояснили в Минздраве, компания, которая ее производит, крупнейшая в мире. К тому же ее продукция сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения, что гарантирует качество и безопасность препарата. В Минздраве отмечают, осложнений, связанных с введением вакцины, в Казахстане не регистрировали. Рауль Габит.